Квин оф Пейн, Эмбер Спирит. Так, а что, кстати, по джиггернауту у нас? Джиггернаут, ну, наверное, кстати, может появиться и джиггернаут. Ну, просто против Винтер Виверна. Ну, как папа хороша весьма. Бэтрайдер, я думаю. Бэтрайдер? Не, Бэтрайдером только клевера так круто играют. Вот они пикают Сефа, Слардара и Бэтрайдера. Таким вот очень сильным пиком в мидгейме они закапывают оппонентов. Ну, против Эмпайр у них так не получилось сыграть. А вот против Вега Сквадрон они, ну, немножечко не такими героями играли, но, тем не менее, проявили себя с лучшей стороны. Просто, опять же, если проходимся по банам, то мы сразу видим, как Вега, например, на третьей стадии банов, берет и отрезает Рубика. Что, во-первых, его не дали Алохи, и, во-вторых, дабы не было, во-первых, прямой контрис перед Рейкеру и Виверни, например, и, во-вторых, и, в-третьих, мне кажется, что бан Рубика здесь был не случайным. И следующие два пика нам раскроют именно почему. Бан Рубика был сделан для того, чтобы не позволить Алоха Дэнс играть на тимберон. Ну, это понятно, да. Он слишком, слишком хорошо на нем играет, если честно. Это понятно, да, я в этом сказал. Я просто говорю о том, что, скорее всего, есть еще какая-нибудь причина, по которой они его забанили. Но я не знаю, то есть я так, знаешь, края муха именно эту самую фразу услышал. Я, соответственно, человек, ну, как бы не подслушивая особо, да, то есть услышал, заинтересовался, заинтриговался, и сам, как бы, с нетерпением жду раскрытия этой самой интриги от Вега Сквадрон. Шадоу Шаман появляется в Тим Эмпайр. Вот такие вот дела, ребят. Ну, получается, что на Слордаре у нас сыграет Фаник. Мид Резолюшн придет на Шадоу Финде. Дазл для, соответственно, ну, допустим, науфира Шадоу Шаман достанется. Так, Винд Рейнджер появляется у Вега Сквадрона, опять же, заготовленный, то есть буквально за секунду забирают ВР-ку. Как будто у них этот пик был расписан вообще прямо. Ну, впервые я вижу, честно говоря, Винд Рейнджер за последнее время и Соби Слордара. Там немножко странно это смотрится, м? Помнишь, вот буквально часа два назад, когда мы с тобой комментировали вот как раз таки, этих, на Лоджи Гейминг, мы с тобой считали, сколько мы ВР-ок в последнее время видели? Не одной. Вот она. Джаггернаута банят Тёма за Слэйр, очевиднейший бан конкретно здесь. Ну да, потому что Раста и потому что хороший пуш у Тим Эмпайр бы получался с этим Джаггернаутом. Да, он против Винд Рейнджер, кстати, очень хорошо заходит за счет того, что ты можешь Омни Слэшем дамажить ВР-ку в Виндране. Это реально удобно. Какого же героя выберет Резолюшн для Хвоста? А вдруг для Хвоста Слордар и Резолюшн сейчас возьмет и пикнет Инчу? Хотя, ну пикать Инчу, когда есть ВР, это конечно. Тут, конечно же, Хвост действительно может сыграть на Слордаре. Я не спорю, ты верно подметил. Я просто в последнее время привык видеть Слордаров на Хардлейнах. И здесь, наверное, да, может быть Хвост сыграет на Слордаре, а Резолюшн сейчас выберет героя для Фанника. Для Фанника есть, например, Шрейкер, теоретически, который опять-таки хорошенько будет смотреться. Бестмастер, ну или Бестмастер, тоже отличный герой. Да, ты очень вовремя заметил, что Слордар может выйти на позицию Кэрри в данной игре. Ну и Вегас Квадрон осталось добрать либо героя для Мага, либо героя для Семы или для Соло. Забирается Феникс, и это похоже Паша на Фениксе. Это что-то новенькое. Сема на Геррокоптере, Соло на Спиритбрейке, но Уанна Винрейнджер. Да. Да я тебе говорю, Сема давай. Хэштег Сема давай. Все. Меня потом убьют за эти слова, но как бы я тебе сказал, я краем уха это услышал. То есть это заготовочка, которая была у Веги. Она появляется. Я ничего не палил, соответственно, потому что сам об этом как бы ничего не знал. Ладно. Ну что ж, начнем с классического представления команды, разумеется, да. Резолюшн будет играть у Team Empire на Shadow Fiend, Хвост будет играть на Слардаре, но Фиру достался Даззл, Вепон Игорь, Конжи, Оружие Игорь, Конжи, Алоха Дэнс отыграет Shadow Шамана и Фаник будет сидеть на Бистмастере. У Сема The Slayer Гирокоптер будет, собственно, у команды Сема The Slayer Гирокоптером будет играть сам Капитан, Соло на Винтер Виверни, Ноуан на Виндрейнджер, Мак на Спирит Брейкер и Паша на Фениксе. Что там? Пишет, я тоже хотел взять Кэрри, но мне не дали. Ну, я тут даже не знаю, у нас Паша, как вообще Гирокоптер закупился? Гирокоптер закупился реально на Кэрри, то есть я изначально подумал, может быть, это все-таки будет Кэрри Феникс какой-то, учитывая, что Виндрейнджер есть в пике, такое можно было бы, наверное, увидеть, но мы видим то, что Гирокоптером будет играть Сема The Slayer, и у него как раз-таки закуп на позицию номер один. Именно так, именно так. Ноуан будет на привычной своей позиции мидера, соответственно, Соло на Виверни будет себя очень комфортно чувствовать. Далее Мак, опять же, я так понимаю, что Мак это второй саппорт, потому что Паша на тяжелую линию, или они в Даблу будут работать. Вот пока они не станут на рынке, на самом деле, я как-то боюсь предсказывать все это дело, потому что, ну, пока у меня в голове эта пикня особо-то и укладывается, честно говоря. Ну, кстати, да, Дабла, с Лордаром не очень удобно будет стоять против того, что есть у Вега Сквадрон, но дело-то в том, что все-таки туда в любой момент может прийти Дазл, и можно будет в итоге там играть. С одной стороны, очень удачно забанил у нас Сёма за Слэйр Джиггернаута, потому что лучший герой против Феникса это Джиггернаут на самом деле, потому что ты через Блэйдфури можешь поломать солнце, и, ну, даже если тебя обвесили спиритами и замедлили скорость атаки, ты кастуешь Блэйдфури и тыкаешься в это солнце. И в итоге ты его можешь разбить, и при этом сам не коцаешься. Короче, реально очень удобный персонаж. Вот, что касается пика команды Эмпайр, все их персонажи не очень хорошо приспособлены для того, чтобы это солнце ломать, но есть бестмастер, который обладает великолепной аурой для того, чтобы облегчать именно вот, да, вот эту вот ситуацию в тимфайте, когда Паша будет ставить солнце, и ты его быстренько-быстренько там ручками заковыряешь. Да, ну, в общем, еще я хотел немножко поговорить про лайнап той же самой Веги, да, то есть у нас получается ситуация такая, что Макс с Пашей, то Табиш, Спиритбрейкер и Феникс находятся на нижней линии, но у Ван на своей паровичной позиции в меду, и Сема с Солочем наверху. То есть 2-1-2, ребята встали, посмотрим, насколько профитной будет эта комбинация и как она будет работать. Но, понятное дело, что мы с тобой, опять же, во время Дремлиги еще говорили, что связка Винтер-Виверна, соответственно, плюс Феникс одна из самых топовых, и за счет того, что, соответственно, Виверна туда может там Винтерскер расположить, а Феникс скастовать солнце, все это как бы ни для кого не секрет, и плюс еще и Гирокоптер может ко всему этому делу докинуть всего, что угодно. Кстати, разгон на оружие игрек, ты видишь, на Алоху Дэнс, немножко там еще и Паша поджег его, пока что кроме, соответственно, Шока-то у него ничего не вкачано, но отпустит от Алоху, здесь отпускает вполне спокойно, надо бы уходить, как бы сейчас Вегас Квадрон не поплатилась за эту свою наглость излишнюю, хотя хвост чем-то сделает. Да, на боте Вега хозяйничают, и на топе, в общем-то, тоже Вега хозяйничают, но вот проблема в том, что в миде Резолюшн фармить нереально много, и... А, хотя, погоди, ну у него просто стаков много, фармит-то он не так уж и действительно серьезно, Инвиз забирает Даззл, но Фир может сейчас попытаться как-то бодиблоком Нуна застопать, и... Ну, что, под Келли попал? Ну, может быть, может быть. Да, реально хочет убить Курьера, правда, Боттл, Боттл, Боттл еще у Ноу Вана не так скоро появится. Шадоу Финк начинает заходить уже за крипов и мешать Ноу Вану добивать очень. Дождались пока он откинется по маршотам, и дальше можно будет как-нибудь через, соответственно, наш любимый Шадоу Вейв как-то попробовать что-нибудь сделать. Резолюшн еле-еле. Имеет ману на рейзы. Нужно ему тоже, собственно, Боттл притащить себе как можно скорее. Вот он закупается Боттлом, и... А у нас, кстати, Ноу Фир-то дождался. Похоже, курицу и бежит, но даст он только одну тычку, вторую вряд ли дотянет. Нет, все-таки дотягивается. Ах, Ноу Фир-китрец-китрец. А денежки-то были? Денежки-то были у команды Вега Сквадрон. Вот мы видим, что соло у него 330. Жотом пишет, Ноу Фир. Ну, это, кстати, да, реально фишка Жотома. Он, ну, в те времена, когда он играл в составе Virtus.pro, был капитаном этой команды. Он постоянно курьера резал вообще на любых героях абсолютно. Он брал смолк, выходил вот так вот за спину и подрезал курьера. И с тех пор, ну, многие начали подражать. Ну, не сколько подражать, сколько переняли эту фишку. Да, тут хвостецкий раскидывает Пашу, его связали. Далее, неплохо маг работает, прерывает, соответственно, действия. Сейчас будет краш. И раз, фёрстблат для хвоста. Тут же, кстати, по изон-тачи немножко подогнали мага. Да, первая кровь. Дайя-с-топ-тауэр находится в атаке. Ну, вот первый такой косяк от команды Вега Сквадрон. Они потеряли курьера в миде, из-за этого Виндрейнджер будет сложнее стоять против СФ. А что у нас в стаке кто-то делает? Да, у нас ещё и стаки делают. Паник, ты посмотри, насколько собрано имперцы играют. Стакается абсолютно всё. И даже на линиях, где теоретически Эмпайр должны проигрывать, а это линия на боте, где Слардар, который ничего не может противопоставить Братруму и Фениксу, ребята делают фёрстблат. Но, с другой стороны, смотри, у Слардара сейчас сколько крипов? 17 у хвостецкого, да? Смотрим на Сёму, видим его 28. Ну, конечно, потому что Сёму реально фармят. Ему там не в состоянии бестмастер помешать, а Слардару постоянно мешают. Я удивлён даже, что у него хоть какие-то крипы есть, потому что Паша ему постоянно должен мешать вместе с Братрумом. С огромной пачкой крипов заходит Соло, соответственно, с Сёмой. Ну и понеслась жара. Кушать Тауэр. На всё это дело приходит Фанник, надо ему получать опыт, разумеется. Третий уровень уже неится. А у Геррокоптера, у того же, пятый. Знаешь, пятый левел, всё у него хорошо. Временем Паша. Паша качается через Икарус и два раза птички. Алоха Дэнс может опять же попробовать связать мага, потому что маг это тот самый парень, который в теории может прерывать его связку. Ну, он этим занимался, когда был ФБ, только слишком долго он это делал. Так, и Ноуфир у нас выходит в центр, пока Резолюшн забирает тех крипов, которых ему как раз-таки Ноуфир настакал. Отличное решение от команды Эмпайр поставить саппорта на мид, в то время, когда мидер забирает там лиса. Так обычно все делают сегодня. Опять-таки можно стакнуть Эншентов, Ноуфир как раз-таки отправляется у нас на нейтралов. И, может быть, сейчас вард откнет. Да, действительно, втыкает вард. Сейчас в достычку и пойдет на топ руну. Или, в смысле, вообще не на руну, но он мог, теоретически, выйти на топ руну и еще ее забрать. Это было бы вообще мега круто. Побоялся, что Тодак просто может выйти и... И спалить все те самые стаки, которые там находятся, разумеется. Да, даже не столько спалить, сколько убить. Поэтому он решил не рисковать здесь. На боте у нас очередная драка разворачивается. Подходит Соло, Хвост на спринте старается отступить. И Карус дайв, Хвост может погибнуть здесь. Повершот мимо, Хвост хороший стрейф продемонстрировал, но против четверых ему здесь выжить не удастся. Слишком нагло Сома заслэйр на топе фармит. Может, удастся как-то его забрать. Шакля, неплохая по Алохи Дэнс. Далее проблема у него уже самого Грейф. Он получает себе. Будет жить, поживать пока что. Но если только Паша не задайвит. А Паша задайвить не может, к сожалению. Ай, повершотик, опасно, но Алохи Дэнс застрейфился. Там спрятался в лес. Не получилось. Тем временем, МСФ набирает жир. Причем весьма серьезный. Да, 48 крипов парень уже имеет. И ПТ-шка у него в кармане уже. Уже смотрим на item recap такой. И глядим на то, что, например, у Веги есть 1000 золота в преимуществе. Но и у Имперцева 250 опыта. Разумеется, это преимущество абсолютно ничего не значит на данной стадии игры. Да и вообще ничего не значит. Ибо любая драка может его повернуть. Интересно, Вега Сквадрон вообще представляет, что там на Эншентах у Импайр происходит? Потому что, если бы они представляли, они бы могли туда выйти и часть этих Эншентов реально забрать. Там накоцанные крипы. Через флэг Кэннон, левела там 3-4-го, можно было бы попытаться отжать этих Эншентов. Тем более, что в ближайшее время команда Энпайр не сможет нормально траться с Вегой. Из-за комбинации Феникс плюс Винтер Виверна. Да, потому что Винтер Виверна у нас была... А, ну надо только 4-го левела Соло и 4-го левела Паша. То есть им надо как минимум еще 2-3 минуты, чтобы это все делали... Даже больше. А слушай, а Солыч-то Варт воткнул? Воткнул. Они уже понимают, что творится там на этих самых Эншетах. То есть все нормально. Вега в курсе. Вега в курсе. Более того, здесь есть Сема. Он будет встречать кого? Ноуфира. Здравствуйте, Ноуфир. Не желаете ли сэр в таверну побыстренькому? За баш? За время баши. Парня забрали. Ну и вот как раз-таки находят сейчас Таки. Игроки команды Вега-Сквадрон. Будут попытки за парня. То есть как бы он уже вардецкий стоит там такой. Тем временем внизу Хвост пытается играть в Пашу. У Паши есть и Карус Дайв. Если что, он Хвосту подрезал, соответственно, атаку. И просто откидывается с ним птичками на Украину. Ох, Бестмастера убили по варшотам сейчас. Дал Вижен Соло вместе с магом на Фанника. Ну и тут у нас, похоже, борьба сейчас очень серьезная за эти стаки развернется. Резолюшн главный герой на самом деле сейчас в пике Эмпайр. Потому что он имеет больше всего. Его Кайлы наносят огромное количество урона. Есть Реквимов Солс. Девардят имперцы. Очень важный момент. Потому что, когда Вега Сквадрон видит, что происходит на хайграунде у Эмпайра, они тут могут принимать различного рода решения. Там наступать или отступать. А здесь будет план гора, разумеется. К классическому-то его пониманию. Но у Веги есть, соответственно, что смоки. Они сейчас смоки нажимают. И поехали. Баратрум разберет на Алоха Дэнс. Хекс. Бо время, но кулдаун неплохой от Семы. До свидания, Алоха Дэнс. Роз неплохой от Паника Фриска Прайма. Роз задел. И у Семы большие проблемы с здоровьем. Начинается Рокет Беррэдж. Было нажать, развернуться, немножко пострелять. Но все. Макс ловил Крэш в лицо. И опять же отправляться в таверну. У Соло также было проблем с здоровьем. И никакой кулды. Сюда подходит Резолюшн. Дает парочку хайлов. И Соло умирает. Теперь нужно... Да, теперь нужно приняться за стаки. Вот жадно очень сыграли Вега Сквадрон. Хотели они, опять-таки, выбить имперцев со своей позиции, со своих линий. И как-то постараться стаки зафармить. Но у них ничего не вышло. Они сейчас только напидели. Да, именно так. И если бы на самом деле немножко по грамотне ребят сработали. Через Макан нормально собрались. И толпой бы зашли, допустим, с двух сторон. Так же, как они собирались. То есть они бы пошли вот так вот, грубо говоря. Как-то вот так вот. Если бы они пошли, соответственно, какой-нибудь там план бутерброд делать. Возможно, все обернулось бы совсем иначе. Но 3-4. Десять минут прошло матча. Я открываю графики и показываю абсолютно нулевое преимущество. Потому что по опыту тысячи, опять же, это ничего. А по деньгам там буквально пятисоточка. Еще один кулдаун от Семы. Но в крипов. Да, я понял. Потому что я уж был, подумал, там какая-то драка. Нет, пока что в крипов. Все дело. 81 крип. Тем временем, кстати, у Резолюшна, если мы будем говорить о крипах. И скоро очень будет Мека. Потому что 294 золота на руках. Соответственно, только лишь остался рецепт для этого дела. Паша. Паша с Солнышком. У него есть Солнышко, у него есть, соответственно, перчатка. Может сделать себе Мидасик. Виверна. Виверна пятого уровня. Сейчас будет Солычу получить шестой. И пойти уже как бы реализовать ту самую комбинацию, которую мы давно ждем. Но для этого, опять же, надо смыть имперцев в одну кучку. Для этого есть все необходимое. Но, с другой стороны, имперцы же сами понимают, на что их пытаются развести. И, мне кажется, не так уж и просто ребятам из Вегис Квадрон будет реализовать это все дело. Самое интересное начнется тогда, когда реально шестые левела у нас появятся у саппортов. Пока что Шэдоу Шаман... А, вот Шэдоу Шаман уже шестой получил. Тут уже можно что-то придумать. Стаки пытаются фармить Бестмастер. Тянут время импайров. Никуда не выходят. Лейт у них действительно очень сильный. Но про Вегу тоже можно сказать аналогично. Лейт у них действительно самый опасный в этой игре. Намного опаснее, мне кажется, все это, чем у Эмпайр. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация в мидгейме. Может быть, Эмпайр захватит преимущество. И там до Лейта даже не дотянут. Вега. Ну или дотянут, но с меньшими артефактами, чем у Эмпайр. А может, Вега сейчас как даст комбинацию просто в лицо? Ну им надо уже на самом деле юзать смоук. У Соло смоук имеется. Поэтому нужно куда-то передислоцироваться, влезть в свой ими. У Соло, кстати, да. У Соло, кстати, есть шестой уровень. Тоже нельзя забывать это. Он на хвоста пытается сейчас агрессировать как-то. Хвост краждал по крипам. Видимо, просто, чтобы далост хитить. Взял себе блинк. Кстати, у Хвостевича на 13-й минуте уже появляется блинк. Очень достойный результат, потому что линия у него была непростая. Но он нафармил свой блинк. Но Александр Юрьевич, да. После стадии лейнинга очень тяжело выпармить блинк Даггер на Слардаре. Но Хвост прекрасно осознавал, что куда-то ломиться сейчас бессмысленно. Так, смоук. Пауза. И пауза. Этот смоук вега-сквадрон не видели. Видимо, Макс сейчас зайдет за спины игроков команды Эмпайр. Посмотрит, что они прожали смоук. Сядет и игра начнется. Не, он вряд ли бы успел. Да, он... Если только он не флэш. Неважно. Но он будет первым, кому будут... Смолки и Перцы идут. Но тут сзади Феникс. По-моему, вега все знают. Прошел Рор. Хорошо. Нона убили. Здесь Солнце. Борды ухосят Солнце, но они его не могут просто-напросто продамажить. Хвост ворвался отлично, но очень много урона от Гирокоптера. Вот она связка. Да. Винтер Виверна плюс Феникс. И то, Винтер Виверна даже не ультанула. Резолюшн дал сейчас Requiem of Souls. Много урона нанес, но добить никого он тут не сможет. И Стемка начинает погрызать еще эти самые вардешки. Вот оно. Вот оно то самое... В драке очень долго варды покутили Солнце. Не совсем понятно зачем. Ну, там вряд ли что-то изменилось, конечно, от этого. Да. Fight Recap вашему вниманию. Стема, давай. Как говорится. Клипчиков дофармливает Алоха Дэнс в Миде. И сейчас, кстати, надо будет посмотреть на графики и понять, что происходит после этого. Вега получает преимущество, ну, разумеется, там в полторы тысячи. Ну, там несерьезно, несерьезно, конечно, получилось перехватить инициативу. Вышку в Миде не спушили, ничего не спушили. Резолюшн не убили. Хотя у Резолюшна топовый Нетворс на карте. Да, 7 тысяч. И 2-0-0 счет. Сейчас ему еще один другой фраг подарить и поиграть потом в этот, как это называется, в пожинание, в жатву, в жатву стриков. В пожинании нет такого. Опять же, в смоках имперцы направляются прямо к Рошпиту. Найдут они здесь, скорее всего, кого в первую очередь? Ну, мага вряд ли. Они, кстати, могут прочекать сейчас Эншентов. Там вот летит Хавк в смоке, его тролль-стакльщик не видит, поэтому становится понятно, что происходит на Эншентах. Но забирать Рошана очень опасно. Да, тем более, что No One здесь. Ревелится смок. Развернулись, увидели пока что только резолюшн. А что творят-то? Что творят? Эмпайр, они нападают на Пашу. У Паши есть и Карлс Дайфу. Солнце прямо сейчас появится, но Рор от Паника до Соло дает отличный Винтерскерс. Паша ставит ультимейт, и Эмпайр, по-моему, здесь ничего не смогут сделать. Правда, резолюшн разбивает солнце. Пашу Шиклшот связывает Паника и Резолюшн, а Пашу Шиклшот попадает просто на 5 баллов. Хост, также получает Чардж, Пендаль от Мага, дает Краш сам, не успевает убить Мага. И отправляет Эвернс. Рокет Берджем, который закончил его. 6-12, в пользу команды Тим Эмпайр, минус 4, просто вот с этой комбинацией. Тем временем в миде Алоха Дэнс пытается добрать вышку, вот он фокусит ее сейчас вардами. Будет ли Нун динаить, и динает, да. Преимущество продолжает расти. Команда Вега-Сквадрон, 16-минутного матча, открываем Айтем Брейф. Видим у Резолюшена появившуюся Меку, еще перед прошлым замесом про Хвостецкий Даггер мы уже поговорили. Оружие Игрек, соответственно, у нас с Арканами, и Фаник готовит Некрачей. У Веги есть Сема, у которого, соответственно, есть и Яшка, и Фазики, и Аквила, и Доминатор. Довольно-таки неплохо для 16-минутного матча. Соло пытается все себе сделать что-нибудь, я так понимаю. А, нет, он пятая позиция. Паша, Паша с Медасиком. Паша с Медасиком, Паша будет делать там всякие Шивы, Радики и всякое прочее. Ну, Радик, конечно, было бы интересно посмотреть, но Шиву он точно будет покупать. И, возможно, даже первым артефактом, если не захочет купить Элибарду, потому что Элибарда здесь на самом-то деле была бы не так уж и плоха. Когда ты кастуешь Элибарду и юзаешь Солнце, просто лишаешь возможности одного из персонажей. Например, Резолюшена, да. Например, Резолюшена, да. Ну, и отмечу появление Мейлстрома в Новинрейнджер. Тоже, как такую обновочку. Но, опять-таки, драка в миде, точнее, драка на боте не закончилась ничем, кроме как динаем вышки в миде от самого же Ноуана. Он просто не позволил Алоха Дэнс забрать вышку. То есть, вроде бы делают фраг, но, вернее, делают даже минус 4, там минус 5 не закипят. Ну, смотри, вот на топе вышка упала на пятой минуте. В центре целая, на боте, ну, практически, там, ну, на половину них хит-поинтов, да, действительно, накоцанная. 70% уже было снесено, там, процентов 30. А Фаник тут нагубостью топорами-то показывает, что, ребята, я знаю, где вы, я знаю, что вы тут стаки знаете или подгрызаете. Соло себя закрывает в колденбрейс пока что, главное, чтобы это не стало ошибкой. Фаник-то все видит, у Фаника есть птичка. Он идет давать еще одни топорики и, по-моему, не стелит ни одного крипа. Нет, не стелит, не получается. В этот раз как-то не удалось. Ну, экспу там подчалил, получил. Ну да. Опыты немножко. Ну, все, мы, все, мы скоро будет доступ к Санч Яши. Как скоро будет? Ну, уже почти можно закупить. Надо очень много фармить, Эмпайр. Надо очень много фармить. Если вот мы видим первые БКБшки, когда появятся на Резолюшене и Слардаре, уже можно будет что-то соображать. Потому что основной дэмэдж сейчас наносит исключительно Герокоптер. Приходится фокусить Солнце, потому что, если оно взорвется, то шансов пережить все это дело никаких нету. Слушай, насколько же круто заходит Феникс против Дазла. Я вот так посмотрел и понял, что на самом-то деле Дазл ничего Фениксу не делает. Вивом его не удивишь. Да. Разбить его не получится. Дизейблов никаких нету на Феникса. Реально отличный герой против Дазла. Вот, слушай, смотри. А Сёма, кстати, решил не брать Санч Яшу прямо сейчас. Просто я смотрю, у него есть Яшка, и он берет себе Огр Клаб. Думаю, вот, сейчас денег хватает на Санч Яшу. Этот парень берет себе намек на БКБ и правильно делает. С одной стороны. То есть ему надо будет драться. Сейчас все должны быть боевыми. Разбег берет Мак. Бежит прямо на Лоху. Получает в лицо себе курицу. Блинк Аут. Надо добить топ сейчас имперцам. Ни в коем случае нельзя принимать бой на боте. Он будет заведомо проигран. Надо стараться забрать топ. А вот у команды Вега Сквадрон есть телепорт на Фениксе, телепорт на Спирит Брейкере. Сема за Слэйр без телепорта. Но он с телепортом. Первая пачка Некров доезжает к бисмастеру. Он сразу же их юзает. И с первой ауры вместе со своими тиммейтами пытается разменяться вышками. Максимально грамотное решение принимают импери. Они, кстати говоря, могут и на Т2 пойти. И они реально быстрее поломают. Потому что есть ворды у Алоха Дэнс. И более того, через 30 секунд только будет телепорт у Семы. У Геррокоптера, соответственно. То есть он просто так сразу же не сможет подойти. Поэтому пешком Вега... А, Вега идет на Рошана. То есть им нафиг там все это дело. Они через Фокус Файер, соответственно, пытаются этого Рошана забирать. Что ж, тоже хорошая идея. То есть Т1 и Рошана на Т2 и Т1. Не знаю, насколько это будет прямо... Насколько это оправдает себя. Господи, я уже даже заговариваю. Начинаю по конец вечера. Ладно. Только что забрали Рошана Вега Сквадрон. Нужно Импайр заметить как-то этот момент. То есть поставить маркер и пока что не драться. Да и в общем-то и без этого Аегиса как-то... А Вега должна... Не так уж удобно было сражаться с командой Вега Сквадрона. Теперь так вдвойне. А Вега должна навязывать свою игру. Она должна навязывать драки. Если они сейчас не будут навязывать драки, соответственно. Не заставлять Империю драться. То есть большая вероятность того, что через энное время, допустим, ну через 10 их комбинашки будут неактуальными. Фанник получает лицо Винтерскер. Смак его еще и ультует. И получает эти Килинс Фри. Дальше Хвостецкого он пытается пробашить. Пробашить не получится. Не прокает. Ну вот, кстати, грамотный момент. Ребята понимают, что с ними в миде драться никто не собирается. А задача команды Импайр сплитпушить. И вот они искали мага. Ой, прошу прощения. Искали Фанника в лесах своих собственных. Нашли и убили. Потратили Винтерскер, правда, но оно того стоило. Да, тут же внизу. Разбег в шокл-шот от Нуна. Не связывает. Алоха Дэнс получает. Чардж делает. Типа аут. Не успеешь его взять. Не-не-не. Все в порядке. Чардж не успел попасть. Правда, Сему Заслайер бежит за ноуфиру. Моноуфира. Грейф типа аут. Нет? Пешком? Я, по-моему, просто пешком решил идти. Он понимает, что будет отпускать. А вот резолюшина можно не отпускать на самом деле. Но резолюшина сейчас не видит. Прямо-прямо сейчас его не видно. Летит Soul Ring, Ward и Teleport для Соло. Соло скоро получит 11 уровень. У него артефактов пока что очень-очень мало. Он здесь саппорт пятой позиции. Маг имеет, между прочим, уже лотар. Это является большой проблемой для Империи, поскольку не будет читаться чардж какой-то там, который будет юзаться на Алоху или, может быть, даже на Бистмастера. Бегут по топу Импайр, будут заставлять соперника делать телепорт. Но в планах Веги, понятное дело, сейчас поломать бот, забрать Т2-вышку и АДФ и ТОП. То есть они часть хитпоинтов потеряют у вышки на Т3. А может быть даже мы увидим телепорт какой-то... Ну, пора партийца Вега. Уже надо-надо сюда заходить, потому что вот они пошли ворды, пошли Некраа. И мы видим телепорт от Винтер Виверну, который Винтер Скёрз, еще 5 секунд в кулдауне. Куда бежит Алохо Дэнс? Он просто хексит Ноуана. Здесь разворачивается очень серьезная драка. Алохо Дэнс сцепился с Ноуаном. Он просто создал столько пространства сейчас. И именно благодаря вот этому своему куражу позволил ребятам доломать вышку. Вардами и... И Некрономиконами. Да. КБшка у Резоли имеется. Он начинает покупать матрикарции. Я вот смотрю на то, что делает Алохо Дэнс, и я не устаю как бы удивляться. То есть, с одной стороны, ну, знал я, что есть Алохо Дэнс, да? Что он такой вот прям, ну, саппорт и саппорт и... Ну, давайте будем честными. Полгода назад он особо таким прям супер-мобиниками не удивлял, да? То есть, он был саппортом, который неплохо играл, который делал свое дело. Знал свое дело, делал его хорошо. Но то, что делает он сейчас, это же просто... Ну, ты немного ошибся своими рамками. Полгода назад команда Empire имела все шансы стать топ-1 командой СНГ на Интернешнл. То есть, может, не взять первое место, но, по крайней мере, стать топ-1 командой СНГ, это точно, потому что имперцы вот перед пятым Интернешнл выигрывали абсолютно все, если ты вспомнишь, но на самом Инте чуть-чуть не пошло, и там Virtus.pro вырвались вперед. Ладно, ладно. Но вот года где-то полтора назад или год назад, да, о Алохо Дэнс мало кто слышал, сейчас же этот парень вырос невероятно. Я, да. Для меня время летит как-то уже в последнее время настолько незаметно, что, кстати, у Мага, а он в курице, и его хвостецкий сейчас через две тычки добьет, да? За него дают неплохо, неплохо. Максимум сплитпуша, Фанник получает Винтерскерс. Не знаю, зачем Резолюшн здесь дерется, хотя погодите-ка. Ну, он в итоге получил Amplify Damage, Резолюшн, БКБ, Requiem of Souls. Пошел, Пашу пытается забрать. У Паши было солнце, но не стал его юзать, хотя теоретически мог бы. Размен 2 в 1 пока что. Резолюшн старается уходить. Пошел кулдаун, а Лохо Дэнс читает. Это хвост рядом. Хвост блиндаггером, ну, подставился под кул... Блин, слушай, если бы сейчас еще и хвост ворвался на Сему, а, ну, там Аегис есть, поэтому, да, лучше не нападать было на Сему The Slayer. Кстати говоря, мы с тобой думали по поводу Сенчин Дьяши Сема The Slayer. Ты там говорил, что вот у него Яша, Огр Клаб, он здесь будет манту покупать. Да, да, то есть я сказал о том, что там будет Сенчин Дьяшка, потом я видел намек на БКБ, потом я видел БКБшки, и вот манта прилетает. Да, манта ему здесь нужна, потому что он играет против Слардара. Смотрим, как на Алохо Дэнс едет, едет маг. Меня это, разумеется, разведет, потому что не успеет уже добежать. Хвостецкий, смотри, как он хитро засел. Ну вот это может быть сейчас ошибкой для Эмпайр, потому что, хотя Соло выходит слишком далеко, краш мимо от Хвоста, отличный шеклшот от Нуна. Вива нет, Хвоста засейвили Граевом, но вряд ли он идет далеко, здесь нужно спасаться остальным игрокам. Хвост понял, что он умирает, зафарсил резолюшно, вот я об этом говорил, зачем Имперцы, ну, провоцируют эту драку, это совершенно не нужно было. Да. Семнадцать на восемь, двадцать четыре минуты матча прошло, и я предлагаю глянуть сейчас, взглянуть, господи, ты боже мой, на графике в первую очередь, и увидеть следующую информацию. Пять тысяч по голде. Пять тысяч по опыту, Вегас Квадроф. Понимает ли Фанник, что его сейчас будут убивать? Вызывает некров, но эти некра не дают вижен на... А вот сам по себе... Ах, как же ему повезло-то! Да, да, да. Реально повезло, он просто мог сейчас погибнуть, но он, кстати говоря, разворачивается, и это опять-таки может стать небольшой ошибкой для команды Эмпайр, старается создать пространство Фанник. Здесь детекшена нету совершенно, он просто уводит крипов, отдает одного некра спиритбрейкера, но ничего страшного, главное, что он увел крипов сейчас. Ну, блин, не вернул их обратно, к сожалению, для Фанника, потому что надо стараться сделать как-то так, чтобы Вегас Квадроф не дошли до Т2 по центру. Ну, Вега придется дефит топ сейчас, потому что Алоха Дэнс уже рядом, и у него вторые варды. В рейнджовый барак, если он их поставит, то будут проблемки. Тут у нас очень грамотно провардили Вега. Ну, конкретно вот этот вот вард, вот этот давно стоит, а вот этот вот новенький, свеженький. Покупается гем в интервиверно для того, чтобы раздевардить вот такие вот вещи, которые позволяют Эмпайр получать информацию и понимать, когда им стоит сплитпушить, где им лучше отойти, где им лучше нападать. Потому что грамотный сплитпуш это баланс между агрессией и спокойствием, то есть в те моменты, когда ты можешь атаковать, ты обязательно должен атаковать, ты не имеешь права не атаковать, иначе сплитпуш не удастся. А в тех ситуациях, когда тебе нельзя атаковать, ты должен остаться в живых и пушить другую линию или, по крайней мере, где-то фармить. Только тогда эта стратегия работает. В противных случаях ты окажешься у разбитого корыта. Все верно. Ну что ж, сейчас будем ожидать очередного врыва от команды Вегас Квадерман, потому что они обязаны просто заниматься этим самым делом, то есть навязывать собственную игру. Иначе никак. Нужен Смоук, Смоук, соответственно, покупается, между прочим, Даззлом, Табиш, Ноуфиром, в данном случае игроком команды Чим. Обратим внимание, что даже в этой игре у Ноуфира два брейсера, черт побери, 26 минут, и у него реально хоть какой-то фарм есть. А в той игре, когда Эмпайр играли... Четыре сел, да, в финале Лузеров на Дримлиге у Ноуфира, в ситуации, когда у его команды было все в разы лучшее, не было вообще ничего. Даже брейсера какого-то пресловутого. Ну что, а что у Веги со смоками? Где у них смокы? Мне кажется, ребята ждут Рошана. Мне кажется, тоже, да, но я не вижу смоков у Веги. Пока что просто Сёма забирает себе крипов наверху, и имперцы, имперцы, кстати, тут без шрёта. А вот имперцы реально ждут Рошана. Они Рошана убьют намного быстрее, чем Вега Сквадрон, но если они туда зайдут первыми, и Вега поймут, что пытаются, чего пытаются добиться. Да, разумеется, империя проиграет. Именно так похоронят, так точно. Ну что, Resolution первый, что ли, пойдёт? Пойдёт чекать, что называется, кто пойдёт байтить. Да никто не пойдёт чекать, всего просто ждут, ребята. Проверили. Море погоды, да, видят то, что Рошан заспанился, и вот Вега нужно сейчас навязать драку. Желательно. Убивают, кстати, между прочим, птицу. В инвизи-маг, он даёт вижен на хвоста, и хвост по... Нет, хвост видел. Пал крашем. Поражали детекшн. Увидели всё-таки, где находится наш товарищ. Ну, далее вопрос анициации. А что у нас с байбэками? Есть байбэк у Shadow of Finda и у Beastmaster, так, в миде, что у нас очень опасно играют. Empire дали свои скиллы, но тут мог последовать какой-нибудь Forstuff Winter's Curse от Solo, и драка уже была бы синициирована. Именно так. Но Solo на самом деле... Ага, у него ещё и гем имеется, если что. Хорошо. Если сейчас Вега будет просто заходить и пытаться бить Рошана, я бы на месте Нуна не тратил здесь Focus Fire, на самом деле. Но Уану нужно это дело оставить. Просто пытаться бить Рошана. Хотя, с другой стороны, не тратить Focus Fire на Рошана означает просто... Забирать его гораздо дольше, чем могли бы. Поехали, поехали на имперцев или не поехали. Отменяется разгон магам пока что. Рошана половина здоровья. Империя очень близко. Внимание. Сейчас будет что-то очень и очень эпичное. Влетает хвост, даёт краш. Далее Сёма. Отличный кулдаун сразу по очень большому количеству людей дальше без Солюшен. Вроде как в боковышечке, всё хорошо. Мага сейчас просто убьёт. Алоха Дэнс просто потому, что он дропнул ларды и связал куда надо. А где солнце? Паша, Паша, солнце! Тем временем дальше продолжается у нас драка. Сёма Зе Слеер получает амплифай. У него нету возможности дать манту, чтобы спастись как-то от этого деможа. Ноуан получает рор от Фанника. Но ребята полностью игнорируют сейчас Ноуана. Пытаются забрать гирокоптера. Удаётся убить и того, и резол... О, боже, он промазал повершот! Резолюшн пытается отдаться от Энжетов, но не получается это сделать. А Егис у... Возвращается Паша и начинает трогать Алоха Дэнс. Ультракилд для Ноуана. Ну вот тут Аегис, конечно, порешал. Я вот сейчас сидел, в тот самый момент, на котором я застворился во время этой драки, да? Я смотрю, думаю, сейчас должен быть сейчас и Винтерскёрс, и должен там и Паша ставить. Всё как надо. А Паша раз и дома. Я такой, Паша? Паша дома? Да, получилось не очень удачно. Паша у нас не скастовал солнце. У него, в общем-то, там и Шива, и солнце. Всё было. Винтерскёрс в итоге Соло тоже у нас, похоже, не давал в той драке. Вега Сквадрон минимум ресурсов потратили, и при этом убили четверых персонажей команды Эмпайр. Потеряли Аегис, но они также потеряли и Гирокоптеры. Ну и там некоторых других персонажей, что плохо. Если бы ресурсы были все потрачены Вега, причём даже, мне кажется, неважно как, просто их как-то скинуть. И мне кажется, Эмпайр бы проиграли бы там драку. Ну ладно, Эмпайр, они потеряли Шадоу Финда и Шадоу Шамана, и вообще и Бестмастера из-за того, что начали дайвать за Гирокоптером. Они могли бы не потерять этих героев, если бы элементарно не пожадничали. Да, но Вега атакует по миду, проражали Смоуки. Все линии отпушены, и Вега действительно может сейчас хорошо подраться, потому что у них всё есть. И Солнце, и ульт Винтер Виверны. И Фаник далеко, и сейчас будет влетать Мак в первую очередь, и Солыч туда же. Раскерс на хвоста, далее Мак туда же ультует, хороший кулдаун, залетает от Селы. Сразу же Дазл, влетает Паша, Паша ещё не кастовал Солнце, просто пытается поджигать. А остальные их ребят из Эмпайр, которые здесь остаются, но... Опять-таки, хороший размен для Эмпайр, они потеряли всего лишь одного Дазла, который скоро заспавнится. Фаник тем временем поломал Т2 на боте, а здесь Фортификейшн, и Т2 не падает, есть ворды у Шэдоу Шамана, его не сшаклили. Но Уан даёт Форстаф. Ой, пауэршот, прошу прощения, Форстаф-то, собственно, у Вега Сквадрон есть на Винтер Виверне. Ну что, Фаника тормозит кто-нибудь или нет, потому что он здесь ещё Кабанчик одного призовёт. А Некрачей поставить, и будут проблемы именно... А, Бестмастер у нас линию на боте спушил даже без Некрономикона, похоже, да? Да-да-да. То есть там Мал-Т2 не заюзал даже Некроф, он может попытаться, может, на Сёма, хотя там... Не-е-е... Повряд ли он его убьёт, он показывает, что, мол, ребята, вон, халява, халява, Сёма Заслэйр бежит. Можно его с любым плюсом убить, за рордик устроить вполне спокойно. Ой, господи, ты уже больше залить на этой карте. 11-22 в пользу команды Вега Сквадрон, графики ещё раз вашему вниманию, там уже по 12 тысяч. Очень опасно фармит Резолюшн. Очень. У него есть БКБ, отступает Резоль, он мигает на себя, мол, ребята, на меня охота. А тут, кстати, да, здесь был кулдаун на Фанника потрачен. Никак не могут Мак вместе с Резолюшном найти друг друга здесь. И, кстати, сюда-то бежит, у нас уже Алоха Дэнс, у него Гем и Блинк Дайгер, и с Аганимом, между прочим, у нас Алоха Дэнс. Хакаге даёт жару. Да. Как у него вообще эти артефакты появляются? Тем временем, но у него сколько, а, он только что райт-кликом купил себе что? Купил себе кристаллиш, райт-кликом. Ну, то есть, у него тоже довольно-таки неплохо. Смотри, Блокдэнс пытается убить мага, он его запер, но не было детекшна, поэтому тот спасся. Варды были проюзаны, но кулдаун, а, стоять секунд, кстати. Вот это сейчас будет выгодно для Веги, если они сейчас прямо пойдут и устроят драку какую-нибудь. Им нужно мид пушить, нисколько даже драку устраивать, им нужно заставлять соперника сражаться с собой, потому что в драке они по-прежнему очень сильны. Особенно тогда, когда нету вардов у Алоха Дэнс, все-таки варды у него Аганимные, они бьют очень больно. Да, вот сейчас прямо их нету, и поэтому можно пытаться что-нибудь устроить. Ну-ка, на Ноуана в лед, он пока что в киксе, разбег сразу же от мага моментальный, далее кулдаун. Просто мне кажется, что имперцы так дико разводят. И на БКБшке, и на скиллы, и на все что угодно. Грейв повесили на оружие номер Игоряк, убили сразу же троих. Ребят, команда Вега. Даблкир для Ноуана. Смотрим Fight Recap, видим, как все было просто грамотно и четко сделано. С одной стороны, с другой стороны, в какой-то момент мне реально казалось, что имперцы берут и байтят. То есть разводят, так дайте нам типа кулдаун сюда, сейчас еще нам может солнышко провести, и так далее, и так далее. Но по факту, кстати, у мага проблема с здоровьем. Он сначала провязал стики, потом лотар, но в любом случае там же есть и некрачи, они испалят, и так далее, и так далее. Поэтому за это его как-то вайнить, но нельзя. Продолжаем разговор. Что делает Паша в одиночку рядом с Рецалюшином? Вот это и такой вопрос, который меня волнует в данный момент. 15 тысяч, 15 тысяч, видим прекрасное преимущество команды Вега-Сквадрон, и... И видим ту самую шаклю, которая не долетела. Гирокоптер тем временем берет и покупает себе что? Паптер-плей. Вот она шакля, которая сейчас могла бы связать Фанника, если бы он, блин, не поражал. Что самое смешное, вот здесь вот с лесом. Да. Она летела через всю карту. Конечно. Так. 11, 25, 36 минута матча. Интрига. Интрига, интрига. Первые две строчки на Творца. Сема the Slayer и... На третьей строчке ютится Резолюшин, кстати, они в смоках. Кстати, они нашли Соло, но Соло гениальнейший просто сделал форстаф. А вот тут же хвост получает на лицо. Очень много дэмэджа. Тулдаун. Далее Сема. Семе сейчас будет очень-очень пульно, потому что там аганимные варды. И Резолюшин кастует. Ну хотя бы Сему должен забрать фаник. Хотя его выхиливает сейчас лучом Паша. Сема еле-еле живой. Но тем не менее он... Выжил. Выжил, да. Он выжил. 25 лишних процентов уклонения. Решили. 35. Сорян. Решили исход этой драки. В одну Виверну за одного Солоча минус 5 имперцев. Он, кстати, говоря, даже Винтерс Кёрс не дал. Опять Солнце не было поставлено. Да, да, да. Сейчас, похоже, команда Empire просто-напросто потеряет первую линию. Возможно, даже две. Байбэков нету у Empire. Но есть только на фанике и на хвосте. Но вдвоем они не отдефают эту линию. Калинин. Лоту Сор появляется у мага. Диджи! Артефакт, да, как пишут Empire. Действительно, вот пара ошибок привела к тому, что Empire все-таки не смогли сплит-пушить. Свап ролями сработал. Вот он, Феникс. Вот он, Сёма на гирокоптере. Вот так вот иногда происходит. Фавориты сегодняшнего игрового дня проигрывают, ну, нельзя сказать, что... Хотя, наверное, даже аутсайдерам, как Ливера сыграли, одну вдули, одну выиграли 2-0, да? Но Logic Gaming одну вдули, одну вничью. И получается, Vega Squadron также одну вдули и одну сыграли вничью. И сейчас они уже, как минимум, одну карту выиграли у Empire. Если выиграют и вторую, это будет реально, наверное, таким даже маленьким сюрпризом. Да. И у нас вроде как были такие свои фавориты, которые вроде как там, мол, типа, Империя развалит, там, Vega развалит. Но Logic Gaming были реально как бы такими, скажем так, аутсайдерами, на которых мало кто надеялся. А сейчас у нас получается такая интрига, что почти все команды будут примерно на равном уровне по очкам. Итогом, соответственно, первого игрового дня. Ну, разумеется, все эти итоги будут сравнительно, таблички показаны. Чуть-чуть попозже. Видим, как недоволены резолюшн игрой. Да.